За 250 лет существования высшего образования в России никто так и не сделал реального сравнения учебных программ российских вузов и заграничных университетов. Никто и никогда. Никто не издал такого справочника, никто не написал такой книги, никто не создал такого информационного ресурса, никто не выпустил даже брошюры на эту тему. За 250 лет. Казалось бы, прежде чем вообще рассуждать о том, где находится российское высшее образование по отношению к заграничному, но сам Бог велел сравнить учебные программы. Ведь может оказаться, что заграничные учебные программы просто детский сад по сравнению с российскими, а может оказаться и наоборот, кто знает. Надо просто взять и посмотреть. Но в России за 250 лет никто так и не сделал этой работы. В 2004 году в интернет-газете «Рент.ру» промелькнула статья Дмитрия Ульянова, в которой он, исходя из личного опыта обучения в России и в США, утверждал, что американское высшее образование даже рядом не стояло с российским. И в качестве примера привел список курсов американского бакалавра физики в Московском технологическом институте, который оказался вдвое короче списка курсов российского бакалавра физики в Московском физико-техническом институте. Но это все, что было сделано на эту тему. К сожалению, эта статья не получила никакого дальнейшего развития и с течением времени все больше и больше теряется в недрах интернета. За 250 лет никто так и не сделал реального сравнения учебных программ. Мы с вами будем первыми. И прямо здесь, прямо сейчас мы посмотрим, что именно изучают наши заграничные коллеги в своих университетах, в каком объеме и на каком уровне. И вот тогда мы сможем вынести решение. Поехали! Да, ну, с Божьей помощью удалось посмотреть и сравнить качество, так сказать, качество и уровень задач в домашних заданиях Кембриджа и МФТИ. По одному и тому же курсу, по дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения очень популярные курсы в том смысле, что трудно, вообще говоря, избежать изучения этого курса, если вы учитесь по специальности математика. Ну, правда, в Московском физико-технологическом институте это возможно. Но вот в большинстве случаев вряд ли. Так или иначе, дифференциальные уравнения, обычные дифференциальные уравнения, курс, который преподается и в Кембридже, и в МФТИ, сравниваем. Что удалось по-быстрому, если сказать, что удалось увидеть? Ну, во-первых, курс, который в МФТИ преподается, если посмотреть по программе курса, то он пошире, так сказать, более широко изучается тема систем дифференциальных уравнений. Это раз. И два, сам курс обычных дифференциальных уравнений в МФТИ, он подлиннее. Там, если в Кембридже, это стандартный кембриджский курс, 24 часа, 50-минутных часа лекций, то если пересчитать на 50-минутные часы, в МФТИ это 36-часовой курс. В МФТИ это 36-50-минутных часов, потому что на самом деле те же самые темы по обычным дифференциальным уравнениям преподаются в течение первого семестра курса дифференциальных уравнений и в течение примерно половины второго семестра курса дифференциальных уравнений. Потом уже вторая половина второго семестра курса дифференциальных уравнений в МФТИ, это уже уравнения в частных производных. И это продолжается уже в курс уравнения математической физики. Так или иначе. Если посмотреть программы, сравнить их в Кембридже и в МФТИ, то примерно один и тот же спектр тем по обычным дифференциальным уравнениям в Кембридже изучается за 24 часа лекции, в МФТИ изучается за 36 часов лекции, и в МФТИ более обширно представлена тема систем дифференциальных уравнений. Теперь сравниваем количество задач по этим курсам. В МФТИ это 105, в Кембридже в зависимости от того, как считать, с подпунктами это 70, без подпунктов это 45, вернее 40. В среднем 40 плюс 70 пополам будет 55, если так уж считать. Вот примерно такой расклад. Что же касается качества задач, ну вот давайте начнем прямо с первого задания. В Кембридже 4 домашних задания, а в МФТИ 2 домашние задания по первому семестру и 2 домашние задания по второму семестру. То есть в МФТИ как бы 3 задания, каждая примерно по 30 с чем-то задач. В Кембридже 4 задания, каждая примерно по 10-15 задач. И вот смотрим первые задачи в Кембридж. Первая задача, самая первая задача. Докажите формулу для производной степенной функции. Ну, то есть, докажите, что производная от х степени n равняется n умножить на х степени n-1. Ну, формула, которую знают все еще со школы у нас. По крайней мере, в России так знают. Еще со школы. Ну, ребята, возникает вопрос, как бы, при чем здесь дифференциальное уравнение? Это, вообще-то говоря, школьная формула. И, вообще-то говоря, у нас школьники знают строгое определение производной через предел. И школьники могут при желании эту формулу вывести. И я надеюсь, что им учителя выводили эту формулу, когда давали определение производной через предел. Отношение дельта там у, дельта х, к дельта х. Ну, в общем, это, короче, даже не математический анализ. Это, вообще-то говоря, применение школьного курса. И не очень понятно, при чем здесь, вообще говоря, курс дифференциальных уравнений. Наверное, так разогревается в Кембридже, чтобы им вспомнить там. Я вообще-то знаю, почему так. Потом объясню. Может быть, даже сейчас объясню. Дело в том, что в Кембридже лектор, ведущий этот курс, он не уверен в том, что студенты Кембриджа, которые изучают его курс, уже успели изучить курс математического анализа и курс математических методов для естественных наук и технологий. Есть такие курсы. То есть давайте так, по порядку. В Кембридже, вообще-то говоря, изучают отдельно доказательную базу математического анализа и методы вычислений на основании результатов математического анализа. Методы вычислений так и называются «Математические методы для естественных наук и технологий». И это два курса в Кембридже. Математики эти курсы не изучают. Математики изучают один курс, который называется «Математические методы». Он просто называется «Методы». И он включает в себя довольно-таки скромный набор разных методов. В МФТИ, когда изучают математический анализ, изучают все вместе, параллельно. То есть изучают доказательную базу математического анализа и по результатам, которые получаются в математическом анализе, изучают также эти математические методы, методы вычислений на основе результатов математического анализа. Это идет параллельно. То есть для сведения, для тех, кто учится на физтехе, для тех, кто учится в МФТИ, первый семестр математического анализа в МФТИ – это сдвоенный курс. Это по кембриджским меркам и даже по меркам MIT – это сдвоенный курс. Это два курса. Это то, что называется в Кембридже математический анализ, то есть доказательная база математического анализа. И плюс к этому в Кембридже идет курс математический метод. В МФТИ на протяжении семестра изучают оба этих курса вместе, параллельно, в перемешку. Они просто смешаны. Второй семестр матанализа в МФТИ то же самое. Это математический анализ функций многих переменных, и он включает в себя два кембриджских курса. Математический анализ, доказательная база и математические методы на основе математического анализа функций многих переменных. Надеюсь, объяснил. То есть, фактически, за первый год матанализа в МФТИ изучают четыре кембриджских курса. Курс дифференциальных уравнений в МФТИ изучают на втором году, как правило, в начале второго года. И к началу второго года ребята в МФТИ уже прошли полностью четыре кембриджских курса. Матанализа функций одной переменной, матанализа функций многих переменных, и математические методы по функциям одной переменной, и математические методы по функциям многих переменных. И им вот эти задачи, как есть в Кембридже, первые задачи из домашних заданий курса обычных дифференциальных уравнений, типа вот это вот найдите, докажите формулу для, там написано так в Кембридже, из первых принципов докажите формулу дифференцирования степенной функции. Ну, вообще-то говоря, это детский сад, как я уже сказал, даже школьник наш может это сделать. А уж ребята, которые в МФТИ изучили там полностью, так сказать, там курс матанализа и математических методов, ну, для них это как бы, ну, детский сад, если уж честно говорить. Вторая задача, задача номер два. Докажите формулу дифференцирования произведения функций. То же самое. Берем, там, строгое определение производной через предел, применяем его, там, берем отношение, там, дельта f, дельта x, да, дельта f у нас выражается как, там, произведение, там, u на v, вернее, как дельта, хоть в произведении дельта. Ну, в общем, короче говоря, u плюс дельта u, v плюс дельта v, перемножаете, получаете результат, делите на дельта x, берете предел, получаете классическую формулу для производной произведения двух функций. Я не понимаю, почему в Кембридже, ну, то есть, нет, я да, я да понимаю. Я да понимаю, почему в Кембридже эти задачи есть в курсе дифференциальных уравнений. Потому что лектор не уверен в том, что ребятки в Кембридже изучали курс матанализа и курс математических методов. Не уверен. А если они изучали, то он не уверен, что они это помнят. Пусть вспомнят. Ну, вот прямо скажем, для физтех это детский сад. Поехали дальше. Ну, и большая часть вот первого задания по курсу дифференциальных уравнений, обычных дифференциальных уравнений в Кембридже, это вспоминание матанализа. Вспоминание матанализа, простите. Да, ну, в общем, такой классический матанализ, классические методы матанализа, самые начальные. Ну, в общем, я надеюсь, объяснил. Давайте переходим ко второму заданию. Во втором задании. Во втором задании я решил... Ну, да, начало второго задания. Это вообще тоже интересно. Давайте посмотрим. Вот тут есть задача на то, как охлаждается там чай в стакане, да. И следующая задача – это на распад, радиоактивный распад. Ну, вот задача про чай в стакане – это самое элементарное, значит, экспоненциальное затухание, да. То есть, самое простейшее из простейших дифференциальных уравнений. Вот самое простое, которое в МФТИ, на самом деле, изучают в курсах, ну, например, в курсе физики, если они изучают остывание стакана, чая, там. Это второй семестр курса физики. Есть там группа, например, не чистой математики, а группа прикладной математики и физики на том же отделении ФПМИ, да. Они изучают физику, но они стопроцентно изучали все это еще в физике, за примерно полгода до того, как начали изучать обычные дифференциальные уравнения. Ну, то есть, для них это просто тоже как бы повторение какого-то материала из другого, уже изученного, из данного курса. Я же не говорю про задачу номер два, вот это вот, про радиоактивный распад, где это вообще задача из ЕГЭ, из российского ЕГЭ. Вот. И это, между прочим, уже второе задание по курсу обычных дифференциальных уравнений у ребяток из Кембридж. Ну, в общем, я решил не париться, пошел в самый конец второго задания, взял там самую сложную задачу, да, ту, которая со звездочкой, ту, которая, не обязательно для исполнения, ту, которая, на них, на этих задачах со звездочкой написано, как правило, ну, то есть, там, в примечаниях написано, что эти задачи для тех, кто хочет подумать, для тех, кто хочет дополнительно поразмышлять. Ну, то есть, как бы, сложной считается. Смотрю, что задача. Два снегочистителя. Один стартует в момент времени t равный нулю, и его скорость обратно пропорциональна толщине снежного покрова, которую он убирает. Второй стартует через время t равное t большому, ну, через какой-то промежуток времени, и его скорость тоже обратно пропорциональна, точнее, снежного покрова. Ну, и вопрос найти расстояние, через которое второй снегочиститель догонит первый. Нормально. Задача хорошо сформулирована, все, нормальная задача. Но дальше, простите, начинаются подсказки. Задача несложная, по своей сути, задача несложная. Ну, вот, если ее решать без подсказок, то, ну, может быть, единственное, как бы, единственное, на что следует обратить внимание, это составить дифференциальное уравнение для движения второго снегочистителя. Для первого вообще никаких проблем нет. То есть, там все прямо линейно. Опять-таки, обычные экспоненты. Ну, то есть, вы, там, ну, классика, там, y в 4 делить на y, нужно проинтегрировать эту функцию, там, да, получаете логарифм, ну, там, на правой стороне уравнения получаете, так сказать, после интегрирования, так сказать, там, просто x, да, ну, там, ну, это дело вообще смешное. Вот. Что касается второго уравнения, то, ну, там нужно быть просто внимательным, да, потому что, так сказать, толщина снежного покрова, который убирает второй снегочиститель, зависит от времени, когда в этой точке, от разницы времён. Когда в этой точке был первый снегочиститель, когда пришёл второй снегочиститель. Но, ребятки, извините, в Кембридже это уравнение тоже выписано, тоже подсказано. И первое, результат решения первого уравнения подсказан, и второе уравнение подсказано. И написано, ну, найдите расстояние, через которое второй снегочиститель догонит первый. Это что, это сложная задача? между прочим, чтобы было понятно ну хорошо, давайте решить второе дифференциальное уравнение ну оно как бы не такое простейшее как первое но уравнение этого типа это простое уравнение на самом деле и уравнение этого типа второго типа во втором задании они решали ну раз 5-6-7 наверное ну в чем я не понимаю в чем сложность этой задачи ну только в том, что она что там два снегочистителя а не один ну на самом деле задача как бы нормальная, просто обычная обычная, как бы средняя задача по пистеховским меркам по этому курсу, ну по моим понятиям не тянет никак на какую-то сложную задачу, факультативную со звездочкой и так далее и если не каждый студент Кембриджа может ее сделать, ну это многое говорит о студентах Кембриджа ну что, теперь пожалуй что подведем итог, да а подвести итог нужно учитывая еще один неоговоренный фактор при всем том, что вот да, ну кстати говоря я не показывал задачи из домашних заданий МФТИ ну вот чтобы было понятно какие задачи в МФТИ даются как бы со звездочкой вот мы посмотрели, мы просмотрели до половины домашние задания по курсу обычных дифференциальных уравнений в Кембридже и увидели, что ну во-первых первое задание это вообще просто не про дифференциальные уравнения, а про воспоминания матанализа и математических методов матанализа которые на фестихе вообще говорят ну как бы это позорно вспоминать во-вторых мы увидели, что даже во втором задании начальные задачи они просто простите, из ЕГЭ да, они просто школьного уровня ну и даже самая сложная задача она в общем-то ничего такого самого сложного не представляет ну а если говорить о фестиховских задачах да, ну там сразу начинается просто решение дифференциальных уравнений реальных дифференциальных уравнений без воспоминаний о том как вывести формулу для производной степенной функции формулы для производной произведения двух функций вот и ну вот просто чтобы было понятно да, вот задача со звездочкой которая тоже есть в заданиях МФТ она не в конце, не с конца второго задания как в Кембридже она из самого начала она там что-то пятая что ли по счету из первого задания ну то есть с самого начала и что там задается там между прочим задается вот дается уравнение того типа того же самого типа который встречается вот в этой задаче про два снегочистителя в Кембридже вот и предлагается для этого уравнения во-первых доказать единственность решения а во-вторых получить общую формулу решения но в Кембридже про доказательство единственности как-то что-то я вообще ничего не заметил может быть оно где-то есть вот доказательство единственности Это важная вещь в дифференциальных уравнениях, потому что всегда в этой области в дифференциальных уравнениях возникает вопрос. Если вы нашли решение, которое отвечает дифференциальному уравнению, удовлетворяет ему, а нет ли другого такого, то есть не такого, а нет ли другого какого-нибудь решения, какого-нибудь другого решения, которое тоже удовлетворяет этому дифференциальному уравнению. И ведь важно понимать, где есть единственность, а где ее может не быть. в Кембридже я не заметил, что в этом речь шла хотя безусловно, наверняка эта тема освещается в лекциях, но в домашних заданиях нет теперь о статусе домашних заданий в Кембридже и в МФТ это, пожалуй, важнее всего дело в том, что в Кембридже домашние задания вы можете не делать то есть вас будут теребить вас будут стимулировать к тому, чтобы вы делали домашние задания прошу прощения но делать их, во-первых, не обязательно во-вторых ну то есть, как бы сказать как это лучше сформулировать если вы не сделаете домашних заданий в Кембридже, это никак не повлияет ни на ваш допуск к экзамену, ни на вашу оценку на экзамен никак, совершенно официально и это несколько раз оговорено вот в документах касательно там учебного процесса в Кембридже касательно ответил выполнения учебных домашних заданий то есть то, что называется там они не называются домашние задания они называются экземплс-шит то есть списки примеров листы с примерами но вас будут стимулировать чтобы вы делали это все чтобы вы делали чтобы вы, может быть, даже заранее показали перед занятием свои решения но если вы ничего не сделаете и никаких решений не покажете вас никак не смогут наказать на экзамен никак ноль теперь, какой статус домашних заданий в МФТИ раньше было так и сейчас осталось на старших курсах МФТИ если вы не сдаете домашние задания то вы просто не допускаетесь к экзамену сдаете, это значит вы сдаете преподавателю он как бы это все смотрит иногда проверяет сможете ли вы доказать те решения, которые вы предоставили ну, в общем, обычный процесс если вы не сдаете вас не допускают сейчас на первых-вторых курсах ввели так называемую балльно-рейтинговую систему в соответствии с которой если вы вы можете не делать домашний задание можете не сделать ни одной задачи ничего не сдать но в этом случае вы на экзамене из 10 баллов 10 возможных баллов получите не более 4 4 максимум и то при условии что вы еще отлично ответите на вопрос и что вы отлично сделаете задачи, которые вам там будем давать на экзамен и даже если вы все сделаете без проблем все равно получите 4 балла из 10 возможных это между 2 и 3 если вы все сделаете на отлично на экзамене ну, то скорее всего получите не больше тройки а вероятнее всего просто не сдадите экзамен потому что преподаватели очень не любят тех, кто не сдает задания ну, не любят просто и у них есть масса способов как бы вас вас, так сказать понизить вам балл еще ниже 4 дальше уже просто некое дальше вас просто отошлют с экзамена ну, вот такие пироги что мы видим? ну, то есть ну, как бы не вижу я ничего никакой фантомасгории задачи кемплижа более того вижу даже наоборот что они уровнем ниже фестиховских ну, простите ниже в среднем ну, что это такое там вот я говорю там треть задач уже треть домашних задач можно сказать прошли в Кемплижи а они все еще решают задачи там на радиоактивный распад которые ну, это что? это ЕГЭшные задачи ЕГЭшные задачи из России ЕГЭшные задачи по физике по математике тоже таких встречаются да вот такое впечатление от качества задач в Кемплиже ну, а по количеству как я уже сказал на 36 часов 105 задач в Кемплиже ну, если даже считать по максимуму на 24 часа там 70 задач ну получается примерно хоть один к одному по количеству и это при всем том что я в Кемплиже считал все вот эти вот задачи все подпункты задач что на самом деле не совсем справедливо потому что во многих случаях подпункты в Кемплижских задачах являются как раз подсказками для решения это просто этап решения задач основной задач ну, вот ну, вот такие дела ребятки всегда полезно знать с кем разговариваешь меня зовут Андрей Помилов и с последних 26 лет в 17 я живо работал за границей именно там работая бок о бок с заграничными учеными инженерами и менеджерами я накопил тот опыт который позволил мне понять какой огромной силой и мощности образования нам дают в вузах Россия чтобы лучше понять кто я с моим русским образованием на западном рынке инженерной рабочей силы чтобы находить наилучшую работу в тех странах где я жил 13 лет назад я занялся сравнительным анализом калибров высшего технического образования в России и за границей я делал это для себя а последние 4 года я публикую книги на эту тему мой личный опыт работы инженером ученым и менеджером в хай-тек компаниях и университетах Канады Америки и Израиля я писал в своей книге сколько стоит российский инженер а все технические подробности сравнения калибров современного высшего технического образования в конкретных университетах России Америки Англии и Европы вы найдете в моих книгах опубликованных на сайтах Amazon и Smashwords до работы за границей мне довелось 12 лет проработать в научно-исследовательских институтах России еще в Советском Союзе и получить степень кандидатов из матнаук по специальности я инженер физик и прикладной математик в области микро радио и оптоэлектроники в свое время я закончил Московский физико-технический институт и аспирантуру института радиотехники и электроники Академии наук последние 6 лет я жил в основном в России и работал в российских и иностранных хай-тек компаниях внутри Российской Федерации Академии 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 Академии